Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 988. События дня. Экклесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Дальше как объявление, просто прочитать проведу. Рахиль. В нашем храме перед Успенским постом батюшка объявил о новшестве. Еще один раз добавил патриарх Кирилл Таисса Соборовне. Было два в году, а теперь три. Моя знакомая удивилась и спрашивает, а что об этом говорит Лапкин? Я отвечаю, ваша знакомая неправильно задала вопрос. Нужно было спросить так, а что говорит Дух Святой в Святой Библии об этом? Ответ только один, потому что о так называемом Соборовне говорится только один раз во всей Святой Библии, а именно Иаков 5.14. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Если он соделал их грехи, простятся ему. Если брать общину, то не два же раза бывают в году больные, а почти ежедневно. Вот столько раз и должно быть сие. Притом не сам идет в храм, а призовет к себе в палату или на дом. Значит, это или парализованный, или очень поврежденный, лежащий, без прогулки. И помолятся над ним, над ним, а не рядом с ним. То есть человек лежит, а пресвятера наклоняются над ним, над лежащим, немогущим стать. Вот только их и нужно мазать елеем. Если строго по форме и делу, то и два раза в год сие совершать, то и тогда будет много. Ксения, мир всем. Помню случай. Моя мама была больна раком в последней стадии. Плохо ходила и стояла. Я привела ее в храм, рядом с ее домом, на соборование. Посадила на скамеечку, сама чуть дальше стою, молюсь. Священник начал помазывания, человек двадцать или даже больше, подходит ко мне. Я мотаю головой, мол, меня не надо, я не собораюсь. Посмотрел на меня подозрительно и говорит, здоровая, что ли? Последний раз священник уже другой, молился, помазывая над мамой за три дня до кончины. Над мамой. Роман, в чем здесь логика? Ксения, моей логики тут нет. Я рассказал о случае. А логика священника, видимо, в том, что раз пришли во время соборования в храм, то нужно собороваться, как и все. Видимо, по его или не только по его мнению, больны все, даже те, кто ходит, и даже без видимых признаков немощи. Если интересуют именно мои рассуждения и выводы, то, наблюдая за популяризацией массовых соборований, напрашивается вывод о выгоде в денежном эквиваленте от таких массовостей. Как правило, о времени таинства сообщается заранее, с припиской о рекомендованном пожертвовании в 300 рублей и выше. Ходить к истинно больным, видимо, не находишься. А тут, прости господи, одним махом десятки помазанных жертвователей, которые, как не знали слова Иакова, так и не будут знать. Какие рассуждения. Вот события дня. Вчера закончили те дрова, которые навозили колоть, и все завезли в сарай на тележке. Володя там по огороду, а мы здесь. Сергей собирается уезжать. У него клиенты там по обучению собак с 1 сентября, и он никак не может остаться. Ну вот, что тут, какие тут события. Яблоки пошли, мы собрали. Далеко там, на Павловой территории, где Никита был. Набрали где-то 4 ведра, наверное. Ну, опять опоздали, наверное, много гнилья, все собрали. А потом вырезали, готовят под компот. Это много работы. А тут в переулке рядом с Серемухой почти кто-то вывалил на тележке, там и шкуры, и еще только нету. Кто это сделал? Так и не узнали. Не узнали. Подозрение падает на последнего жителя. Ну, это вынесли мусор из сарая. А Алексея косили, когда у него траву на сеном. Он шел впереди, чтобы не напороться там на бревна, на все это. И натолкнулся вот на это, там обошли они. Ну, то есть все сделали как надо. Кто не сделал, жертв плохо сделал, все приходится кому-то доделывать. Володя печку затопит, там проходит какое-то время, а рыбу сушит. Так работа идет. Из гальянов рыбный пирог нам Надежда Васильевна сделала. Все хорошо. Батюшка призвал Виталия, рассчитался. Дрова колол. Виталий ожидал, говорит, примерно столько-то. А батюшка в пять раз больше дал, чем он ожидал. У Виталия изменения есть в лучшую сторону. Заметно прям все. Так что те, которые скрипят, что с Виталием не так, они же ничего не делают. И Виталий им век не нужен. Ну, просто суда Божие не ожидает. И говорят необдуманные о словах, за которые придется за всякое гнилое слово человек даст отчет. А вот потрудись над ним, поставь его на ноги. И он сам говорит, насколько полезно, что я здесь пребываю. А сатана крутится, своих клевретов насылает. Виталий убегая, Никита убежал. Ну, Виталия, да больше ничего у них и нету. Посмотреть наши, можно, ресурсы. Вот вчера узнали про конкурс, написали нам ссылку, сделали конкурс сайтов. Ну, вот мы тоже подготовили. И Виталий настоял, чтобы на его вопросы я ответил. Я ответил, тоже ролик будет. Вот здесь. Сегодня поставил только пять событий уже. Пошло. Сарапиме. Рыбалки. Вот. Он нарушил договор. Тут больше пришло. Сегодня я поставил 12 роликов. Материала у нас много. Поэтому так. Ну и на этом, можно сказать, событий дня больше никаких нету. Вот. Все в этом с Богом.